Вот это обычно флаги вывешивают местные. Что? Очень мало, очень мало предложений в Крыму. Продается за полтора миллиона рублей, и там рядом продается миллион триста, миллион восемьсот, два сто, может быть миллион сто, какой-то кривой, косой участок может. Именно этому посвящен сегодня наш с вами сюжет этот. Именно это я хотел вам донести на собственном примере, потому что я себе подобрать не могу, себе, полгода я не могу себе подобрать. Здравствуйте, вы на канале Ярослава Фролова, и сегодня я вам покажу участки в Крыму до полутора миллионов рублей. Но самое главное, я вам сейчас расскажу, как изменяется вообще подбор участков, как изменяется не только участков, но и домов, и всего. Сегодняшний ролик будет интересен абсолютно всем, кто ищет там, грубо говоря, от пятисот тысяч до пятисот миллионов. Потому что я вам буду рассказывать про свой личный опыт подбора для себя участка и дома в Крыму. Кто немножко следит за мной в телеграм-канале, на ютубе, на рутубе, где вы меня еще смотрите, там нами, я есть на дзене и так далее. Если вы за мной следите, то знайте, что я, в принципе, уже более полугода ищу себе либо участок, либо дом поближе к Симферополю. Но плюс ко всему я рассматриваю все варианты. Я даже рассматриваю ЮБК, я даже рассматриваю чуть дальше ЮБК, то есть от Алушты до Феодосии, тоже эту часть, тоже рассматриваю, в принципе. Частично рассматриваю Байдарскую долину, немножко рассматриваю Симферопольский район от Николаевка в ту сторону, но я не люблю большое скопление туристов, поэтому там я аккуратно все рассматриваю. В основном это еще и Белогорский район у меня попадает, сюда же Симферопольский район, ну все, сами понимаете, да? Вот. Так вот, я вам могу сказать, что за все время моих поисков очень мало в Крыму, очень мало в Крыму предложений. И даже когда мы вот с заказчиками начинаем разговор, я всегда говорю, я вам после договора, как в договор, вы оплатите туда-сюда, я вам подберу, в таблице будет где-то 20, максимум 30 предложений, 30 вариантов, которые мы с вами будем рассматривать. Почему? Да потому что хороших предложений в Крыму как раньше было немного, так и сейчас немного. Крым маленький, поэтому когда мы смотрим, например, я вот смотрю сейчас с абсолютно открытым бюджетом, то есть я просто скинул все фильтры на Авито, на Авито, на ЦАНе, я скинул все фильтры, единственное, что поставил ИЖС, именно ИЖС, потому что меня сельхозка не интересует, и начал смотреть участки в 25 соток. Я вам могу сказать, я нашел буквально два участка на весь Крым, еще раз, без учета бюджета, два участка на весь Крым, которые меня устраивают. Ну, у меня немножко другие условия, потому что, да, мне нужно 25 плюс соток, мне нужно с краешку где-нибудь, мне нужно, чтобы было интересно, вы знаете, да, то сейчас я стою, вот тут вокруг меня 84 сотки лично моих, плюс еще так, как у нас не ограждено, у меня визуально здесь, ну, наверное, гектар 10-20 гектар у меня вот здесь вот перед глазами, то есть вот, и мы привыкли к открытым пространствам. У меня вот здесь небольшой закрытый дворик, ну, как небольшой, соток, наверное, 10-15, это вот небольшой у меня тут закрытый дворик, вот машина стоит, у меня просто только парковка, где стоят машины, тут, наверное, где-то сотки 2, 3, 4, 5, 6. Какой 6? Около 6-8 соток, у меня только вот парковка машины, вот тут вот это все. Ну, там вот сейчас будет, там встанет вот этот, ну, не он, конечно, уже в бассейн там и так далее. Так вот, я про что? Я сейчас не буду вам говорить, кстати, да, сегодня наткнулся на новость, что, оказывается, я вам не должен говорить о том, что здесь все подорожает, все будет плохо, потому что ФАС таким экспертам уже вынесло предупреждение о том, что нельзя говорить, что подорожает, нельзя провоцировать вот это все. Но я не могу вам этого не говорить, потому что я лично вижу по своим подборам, как дорожает в моменте все. Ну, вот, хорошо я не буду говорить, что через 3 месяца, скорее всего, подорожает. Хорошо я не буду говорить, что, по моему личному мнению, после окончания СВО здесь подорожает 10 раз, вы это и так все знаете. Но я вижу, что здесь за вот каждый год по некоторым местам идет подорожание от, там, 150-200% по участкам до 500-600% за год. По домам идет подорожание от 50-80% в разных участках, в разных ценовых сегментах до 300-400%. Тоже это, я вижу то, что произошло за последний год-два, то есть я отслеживаю уже третий год в ежедневном формате весь Крым по факту. И, собственно говоря, сегодня, о чем хотел сделать вам ролик, о том, чтобы сказать, что очень мало, очень мало предложений в Крыму. И не думайте, что если у вас, ну, особенно если у вас денег немного, но немного в понимании крымской недвижимости, это, там, 10-15 миллионов рублей, 15, если вы на ЮБК хотите, 10, если, в принципе, хотите что-то найти. Участки, я сейчас говорю про участки. Про дома, если у вас 20, там, до 20-20, до 20-30 миллионов, то это небольшие деньги для Крыма. Нормальные деньги для Крыма тогда, когда можно ждать, то есть вы приходите ко мне на подбор, и мы сразу с вами планируем полгода подбор, то есть мы вот сейчас, в мае, в конце мая, мы планируем, что мы, скорее всего, выйдем на сделку где-то к октябрю. Да, вот это нормально, потому что я буду выхватывать прямо вот, которые будут появляться предложения, я их буду выхватывать, я спешусь с этими, с риэлторами, со своими знакомыми, и вот мы будем, то, что будет попадать, мы будем просто их выхватывать по низкой цене, если они будут. Но, по своему опыту могу сказать, что если, например, давайте прямо на конкретных примерах просто по цифрам, если сейчас участок продается за 3 миллиона рублей, вот, ну ладно, хорошо, у нас сегодня тема полтора миллиона, вот участок продается за полтора миллиона рублей, и там рядом продают в миллион триста, миллион восемьсот, два сто, может быть, миллион сто, какой-то кривой, косой участок, может быть, без межевания, без всего, вот, вот в этих целых категориях. И если эти участки уже стоят два-три месяца, то кто-то новый участок, ну, кто-то решил, а, ну, все-таки я продам, он будет выходить не за полтора миллиона уже стоять, Ага, тут есть 2 миллиона, и он поставит свой 2-2,5 миллиона. Почему будет фраза, та же самая любимая фраза крымчан, а я никуда не тороплюсь. Поэтому имейте это в виду, что здесь никогда я не видел, чтобы здесь что-то дорожало. И самое главное, что очень маленький, маленький вариант выбора. Вот, здесь очень-очень мало из чего выбирать. То есть вот сейчас буквально я готов себе приобрести участок земли хороший, классный, 25 соток. Но я его не могу себе позволить, ну то есть я его не вижу, где его купить. Вчера, я вам в самом конце, в самом конце ролика поставлю бонусную часть. Это мои три видео, три вертикальных видео, вы их посмотрите. Там, где я там восхищался одним домом, то все, а может не поставлю, может ссылки просто поставлю на шортсы. Посмотрим. Ну скорее всего поставлю вертикальные видео, потому что не только на ютубе меня смотрят. И вы увидите, одним участком он прям восхищался, ай-яй-яй, так классно, так шикарно. А оказался в 400 метрах от него какой-то военный объект. Непонятно какой. Просто на кадастровой карте бьется, что это Миноборона. И что это такое, понятия не имеем. Мы до туда, потому что я не знал это заранее. И мы до туда не доехали, в следующий раз доеду, если будет возможность, посмотрю что-то такое. Вам я сейчас показывать не буду. Вот, но просто для себя, чтобы знать, потому что это там один из участков, я думал для себя. Ну, он для меня маленький, конечно. Я жене вчера сказал, посмотрите, там ширина 25 метров. Она пошагала тут у нас по полю, он сказал, мне это неинтересно. Все, друзья мои, смотрите участки. Где они находятся, говорить не буду. Это предгорья Крыма. Классные участки, до полутора миллионов. Действительно классные участки. Действительно хорошие участки. С точки зрения, можно ли их прям вот вам покупать, я не знаю. Мой заказчик знает. У моего заказчика есть все подробно, там вообще все расписано. Мы очень много по каждому участку обсуждали, разговаривали. Честно скажу, мы ищем дальше. Мы ищем другие участки. Ну, потому что появились какие-то нюансы по каждому из участков. Но там опять-таки нюансы для них проблематичные, для вас, возможно, нет. Поэтому, кстати, да, если вдруг вы не знаете, кто я такой, меня зовут Ярослав Фролов. И я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. И самый главный мой девиз – это «Мечты должны сбываться». Видите, у меня даже тут написано. Пусть у вас все будет хорошо, смотрите. Так, едем по дороге от Симферополя. Сейчас закрою окошко. Вот, едем по дороге по Тавриде и Симферополе. Ну, вы все знаете, мы с вами это дело обговаривали уже несколько раз. Когда и на кадастровой карте смотрели, и на Яндекс-картах все это обсуждали. Такие огромные деревья. То есть, чем отличаются реально степные районы, вот прям реально степные районы, от предгория, от нормальных районов. Вот здесь, в нормальных районах, и в предгориях в том числе, и в горах, есть высокие деревья. Мне вот очень нравится. А когда едешь по степи, там низкоростные-таки маленькие деревья. Так, сейчас въезжаем в ароматное. Заодно посмотрим, ароматное, как оно сегодня. Сегодня сегодня у нас 21 мая 24-го года. Но мы, правда, проедем мимо, мы не будем по всем улицам здесь проезжать. Так. Смотрите, в ароматном все ухоженное, все классно. Даже какой-то магазин игрушек есть. Здесь косметолог есть. Косметолог есть. Она говорит, что косметолог. Так вот ставят газы. Удлиненная. Не, ну в ароматном тут много всего, но мы едем не в ароматное. Это мы просто экскурсию делаем. Здесь еще пару лет назад было достаточно грустно все. А сейчас люди покупают. Кто приезжает, от приезжих в основном покупают дома, строятся, ремонтируют. Местные, кстати, тоже хорошо устроятся, ремонтируют. Вот это обычно флаги вывешивают местные. По крайней мере, центральная улица здесь вся ухоженная, все хорошо, все классно и нравится. Еще один магазин. Через 300 метров поверните направо. Ох, телефон-то как греется, а он сейчас может сдохнуть. Поверните направо. Так что если съемка прервется, значит у нас беда. От юриста они вот все дымают, а вот туда поучить, конечно. Телефон сдох. Поэтому здесь почта. Кстати, да, это у них центральная улица, основная такая клевая. У меня на этой улице живет один из заказчиков и один дом для заказчиков. Я тут тоже чуть не приобрел, но мы уже в другое место. Не снимай пока, не снимай лучше. Пока не снимай. Если у меня сейчас опять вырубится, тогда больше снимать. Въезд мы не отсняли, к сожалению, но у меня просто телефон перегрелся, это уже лето, это бывает такое. Это вот основная дорога. Давай я тут у нас берем короткой дорогой. Вот так вот, оп-пункти. Опа! Через 200 метров поверните направо, в отвор. Так, машина царапается. Вот так и царапается. Вот это поле, как я понимаю, вот это ваше. Так, все, у вас вот здесь вот участок. Вот где-то только напротив этого столба, где-то вот тут вот ваш участок. Посмотрите, потому что, видите, как мы сейчас ездим? Через 200 метров. Где-то вот здесь. А-а-а! Я вспомнил! Вот там ваш участок. То есть мы с задов заехали. Вот эту, помните, да? Вот эту воднопорку, которая? Это реально воднопорка, по ходу, дело. Сейчас все пойду покажу. Да вот, смотрите, я увез вас немножко не туда, но верю, как? Туда, но не туда. Вот дорога. Вот тут мы с вами повернули, и вот там, вон там, вон там, вон там, на задах вашего участка стоит моя машина. Я подошел сюда, то есть вы на центральной дороге. У вас здесь все жилое, 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 жилое. Электричество, интернет есть. В общем, интернет, скорее всего, два провайдера, три. Ну, в общем, неважно, интернет у вас есть, вам протянут. Поэтому тут проблем никаких. Есть, вон, мед у ребят сразу, мед, пицца. Там дальше лес, прям вот конкретный категорический лес. По поводу этой самой, как ее, господи, в общем, емкости для воды, забыл, как называется. Это было когда-то, я так понимаю, пытались сделать в однопорную башню, но, судя по всему, насколько я помню, здесь у всех колодцы. Вот, то есть она недействующая. Ну, даже по виду, судя. То есть она недействующая. И под нее, если вы на кадастровой карте помните, как раз белые части такие, здесь выделены под нее земли, это самая, ничейная земля. Ваш участок приблизительно отсюда, ну, плюс-минус вот от этого столба, где-то вот, мне кажется, спутник гуляет метров на 20. Поэтому плюс-минус могу говорить. Ну, в принципе, ничего страшного, то есть вот привязываясь вот к тому участку, сейчас вам покажу. То есть вот по фасаду, по фасаду, ровный участок с офигенско классным видом. Назады, посмотрите там, мы туда еще придем. То есть вот у вас идет, 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 идет. Вот у вас идет, и где-то у вас приблизительно, ваш участок приблизительно где-то вот досюда. Плюс-минус. Там потом увидим, там есть рабица, там уже огороженный чей-то участок. Помните, на кадастровый карст, там узенький такой, вот. И вот так он выглядит. Сразу скажу, я надеялся, что это именно этот участок, ну, такой участок. Я здесь не был, ну, что это такой участок, но, по крайней мере, первое впечатление очень хорошее. Чуть-чуть напрягает, конечно, вот эта башня, чуть-чуть напрягает. Потому что, если это водонапорка, то у нее есть охранная зона. Но, с другой стороны, у вас на участке нет охранных зон, зауита нет. Поэтому, в принципе, никаких проблем. Никакого краснотикс книжных растений я не вижу. Я в них, конечно, ни хрена не разбираюсь, но хвойника никакого не вижу. Поэтому, это можно все вырубать нафиг. Можно просто взять и здесь, смотрите, здесь есть какой нюанс. Здесь когда-то раньше стояло что-то типа какой-то коморки автомастерской, возможно. Может, баня стояла, может, что-то такое, что вот есть небольшое. А может быть, здесь была сторожка этого, ну, охранной, не знаю. Но здесь стоит, может, вам пригодится, а может, засыпьте. Вот он, это, походу, дело на вашем участке стоит вот такая вот для автомобиля. Загонять автомобиль, ремонтировать со ступенечками. Ну, вот тут такое есть, да. Просто имейте в виду. Больше ничего такого я здесь не увидел. Больше ничего страшного я тут не увидел. Вот он, край участка. Ну, как плюс-минус, потом, когда будете уже точно пробивать границы участка, уже поймете. Ну, вот она. Вот у вас. Там рабица. Вот она, вот граница участка. Тут чьё-то. Если помните на кадастровой карте, там узенько между вот огромным-огромным участком. Знаете, вот узенький участок и здесь вот такой большой участок. Вот. А дальше всё. Дальше вы дом можете построить как снаружи, как там. Так можете построить и здесь вообще в удалении от всех. Потому что, как вы помните, граница населённого пункта у нас идёт по той дороге, где стоит моя машина. То есть, если вам хочется подальше от людей, можно поставить там дом, подъезжать будете сзади, здесь посадите сад и у вас будет всё клёво. Я бы, честно говоря, вот здесь поставил дом. Прямо вот тут вот. Единственное, что электричество тянуть ещё один столб пришлось бы ставить. Да закопал бы. Я бы просто взял бы электричество от столба, там бы повесил счётчик и просто закопал бы все 15 киловатт под землёй. Пока, если ничего не началось. А потом этот участок весь, может быть, даже пройтись грейдером крупным, всё прям вот выровнять в ноль. Выровнять. Потом перепахать, переборонить очень аккуратненько. Засадить травой и притащить сюда каток. Если получится. Большой каток был бы вообще идеальный. И вот чтобы здесь был этот... Как у нас зовут-то его и... А, уже жарко. Газон. Во. Вот, по задней границе вашего участка тут идёт заросли. Ну, это всё. Вот это всё растёт. Это, насколько я понимаю, это у нас... Что у нас? Что-то растёт, смотрите. Не знаю. Ну, какие-то... Что-то растёт. Не нравится, если это ваш участок, то грейдером. Но тут, скорее всего, не важно, что вот здесь 10 метров. Имейте в виду. Это идёт 15 киловольт. Ой, фу, господи. Это 10 киловольт. 10 метров сюда идёт охранная зона. Ну, скорее всего, потому что вот дорога. И ваш участок где-нибудь вот там вот начинается. И вот. Просто мне очень нравится. Мне действительно нравится. Обалдеть. Так, вот сейчас мы едем по Белогорску. Прямо дорога у нас идёт на Феодосию, на Старый Крым. А мы с вами сворачиваем. Поверните направо. Так, ну тут 8 километров ехать. А пока отключусь, а потом включусь, чтобы у меня камера не дохла. Пирамидальная тополя. Ну вот, мы уже почти приехали. Вот тут. А, да, я вспомнил. Вот он. Вот он. Да, 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 да. Приехали. Один нюанс. Возможно, вот из-за этого и не продаётся этот участок. Смотрите, вот до туда мы доехали, вот там стоит машина. И вот ваш участок. Вот он. Вот этот вот угол. Вот это всё ваш участок. Как я уже сказал, есть один нюанс. Вышка стоит вот. В принципе, нет. Но если вот тут ставить, если ставить дом вот здесь, то уже не так близко. Это где вот машина стоит, там просто так близко, кажется. Здесь, смотрите, здесь, так как это горы, здесь рельеф вот такой вот. Камни, камни. И когда делали, видать, вот эту дорогу, накидали, видите, камни и сколько. То есть вот тут непонятно ещё, где ваш. Ну, ваш участок, скорее всего, он не у дороги, а у денег вот здесь вот. И вот этот вот. Вот это ваш участок, где-то вот тут. Потом надо будет тобой протягивать. Что здесь меня спутник всё равно сносит. Участок относительно ровный. Ну, как, он ровный. Ну, просто с бугорками, так как, опять-таки, не забывайте, мы в деревне. Ой, фу. Мы в горах. В деревне, само собой. Но мы в горах. Здесь строится, строится много. Видите, домик стоит. Строят. Здесь, как раз, это да, крафтовые все дела. Вот я сейчас подойду тоже, покажу. Вот. Кстати, хороший участок. С точки зрения проживания. Вот там, вот там, за дорогой, там прудик. По краю лягушки хвакует. Вот. В отличие от первого участка, который у вас стоит номер один, здесь вы будете жить в горах. В горах есть свои нюансы. То есть, вот, вид у вас из дома будет вот такой вот. Вот такая красота. Так что вот. Посмотрели ролик? Поставьте лайк. И подождите, переключаться сейчас будет бонус. У меня три вчерашних видео все-таки поставлю. Вы их посмотрите. А пока буквально еще пару слов. Друзья, у меня есть вот телеграм-канал подбор дома в Крыму. Я действительно вас туда приглашаю. Там не только о недвижимости. Я бы сказал, не совсем о недвижимости. Там обо мне. О моей жене. О том, как мы живем. Как мы работаем. Потому что, когда вы приходите к нам на подбор домов и участков, к моей жене, потом еще дальше вы приходите за юридической поддержкой. И многие из вас приходят за удаленной сделкой. Есть у нас такая услуга. Вы вообще не приезжаете в Крым. Вы все с нами делаете онлайн. А потом в СДЭКе получаете пакет документов на дом. Все полностью, все сделано. Все уже на вас зарегистрировано. Есть у нас такая услуга. Обратитесь. Есть опросник. Заполните опросник внизу, в описании к ролику. И мы с вами переговорим. Прямо практически, ну, частенько, если они на выезде, то я прямо сразу же вас наберу. У меня некоторые заказчики удивляются этому. Интересно, так прикольно. Я только отправил, вдруг ты сразу перезвонишь. Вот теперь все вам наилучшего. Пусть у вас все будет хорошо. Главное, помните, что в Крыму никогда ничего не дешевело. И в Крыму достаточно маленький, маленький выбор среди недвижки. И именно этому посвящен сегодня наш с вами сюжет этот. Именно это я хотел вам донести на собственном примере. Потому что я себе подобрать не могу. Себе. Полгода я не могу себе подобрать. Потому что выбора почти нет. Надо выцеплять, надо выцеплять. Вот прям вот. Ну, у меня, правда, критерии немножко другие. Все, пока-пока. Увидимся. И не забудьте каждую субботу на YouTube-канале Ярослав Фролов. Большой стрим из Крыма. Не забудьте. В 9.00. Ровно в 9.00 приходите на YouTube-канал Ярослав Фролов. Стрим из Крыма. Ссылка, актуальная ссылка на этот стрим будет, ну, естественно, на YouTube-канале. Но в основном приходите в Telegram-канале. Там будет актуальная ссылка. Она будет появляться там за 5 минут до того, как. И мы с вами встретимся. Все, переговорим. Все будет хорошо. Все, удачи. Пока-пока. Да, и, ну, в Telegram-канал надо подписаться. Надо, надо, надо. Друзья, наш классический вопрос. А можно ли купить в Крыму? И вот сегодня я езжу по участкам до полутора миллионов рублей. И хочу вам рассказать, можно ли купить в Крыму классный участок, который бы мне и моей жене... Он на задах стоит, на машину оперевшись, видно, надеюсь. Вот. Можно ли купить здесь в Крыму участки до полутора миллионов, которые бы понравились мне и моей жене? Моей жене очень тяжело понравится участок. Сейчас расскажу, а ты пока подпишись. А доброе утро вам из Крыма, из классного, обалденного Крыма. Да, я не из дома. Я сейчас езжу, как раз смотрю, участки до полутора миллионов. И прямо на первом же участке могу сказать, как только мы с женой посмотрели этот участок, мы сказали, если вдруг мой заказчик откажется от этого, ну, просто сейчас еще два будем смотреть, там, может, еще круче будут. Но я могу сказать, можно купить в Крыму до полутора миллионов участок. Это точно. Подпишись и помни, я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Все есть в описании. Увидимся. Друзья, продолжение нашей темы. Можно ли купить в Крыму участок до полутора миллионов рублей в горах, в Крыму? И вообще обалденный? Можно, можно. Вот так мы в горах. Я надеюсь, вам видно. У меня жена там сейчас ходит. Ну, кто за мной давно сидит, знает. Она обязательно, если уж мы с ней едем, должна камушек какой-нибудь привезти. Поэтому сегодня у меня сейчас в машине будет пара-тройка камушков лежать. Вот, мы смотрим, шикарный участок. Реально шикарный. В центре села. Причем село, а здесь тупиковая дорога. То есть левые никто не ездит, живут только свои. Такое, знаете, клубное сельское поселение. Классно. Вообще обалденно. Друзья, подпишитесь на этот канал. Здесь много интересного. Увидимся. Пока-пока. Сегодня еще отсниму. Друзья, еще к вопросу, можно ли купить в Крыму участок земли до полутора миллионов рублей. В горах, видите, да? То есть я специально сейчас немножко прокручиваю, чтобы в горах. Вот такой классный, классный участок. Можно ли такой купить до полутора? Конечно, можно. Вот мы в нем находимся как раз на этом участке. Офигенно. Только сразу говорю, ребят, я не продаю. Я подбираю мои участки от участок. Я подбираю для своего заказчика. Поэтому, если вы хотите осуществить свою мечту, купить себе дом или участок в Крыму, обращайтесь. Я именно этим занимаюсь. Я занимаюсь подбором. Все мои контакты есть в описании. И главное, помните, мечты должны сбываться. Удачи. Увидимся. Подпишись на канал. Подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok